Смотрите какой подсвечник. Четыре тысячи. Четыре. Ну как удобно. Чтоб не мерзнуть, он выглядывает и называется ума. Красивый. Ну, за три можно взять, да? Поторговаться, если. Роскошно. Вот эти. Чтобы не тратить... Ух ты, что я еще вижу здесь. Ой, мне нравится этот подсвечник и вот этот тоже. Она же рамка, она же подсвечник. Три пятьсот. Три пятьсот, ребятки. Классно. Нужно два за шесть. Два за шесть. Барабан был плох, барабанщик бог. Ну а ты была вся лучу под стать. Так легка, что могла. Ты на барабане танцевать. Когда пляшешь ты, всюду звон такой. Под тобой поет барабан большой. Барабан. Барабан. Только каблучком его ты не порань. Ну что, вернисаж? Наклевывается. Не может быть там что-то еще и вкусное встретим. Кстати, там подарочек мне передали. Какая прелесть. И сегодня, что приятно, то, что тепло, комфортно, теплая погода. Моросит мелкий, мельчайший дождичек. Ну, меня лично не тревожит, а вот не знаю как, с продавцами. Продолжение. Когда ты уйдешь, барабанит дождь, барабанит грусть и погода дрянь. Барабань, барабань, даже если сердце пополам. Вот это длина. Вся свадьба поместится. А когда концерт, барабанщик-бор вспоминает, он пару звонких нот. Барабань, барабань, даже если сердце пополам. Пробиваемся, пробиваемся, ребята. Понастойчивее, понастойчивее. Москва, тут вам некогда расслабляться. Пробиваемся, пробиваемся, ребята. Понастойчивее, понастойчивее. Москва, тут вам некогда расслабляться. В общем, все нормально. Рынок работает. Все по плану. Тихо-тихо проходим в ряды. Незаметно, скромно. Пушкина вижу. Побледнел, правда. Какую цену Пушкина? Десять. Десять. Приближается, поэтому появились не только травы, не только веники банные, но и елки, ветерки. Наблюдаю вазочку. Старенькую, зелененькую. Две пятьсот хотят за нее. Рядом стоит за шестьсот рублей. Ну, такая невзрачная. Ну, такая невзрачная. А это, конечно, прекрасная. С номером. Сверт зав. Написано. Надпись. И номер серийный. Так, также вот такой пузырек. Ну, крышечка уже не от него, по-моему. А сам пузырек интересный, конечно. Старое стекло. Четыре тысячи рублей, милашка-малышка с номерком. Как думаете, под что ее использовать? Совсем маленький пузыречек. Также вижу вот такой стакан. Царские времена, 1896. Проносился до дыр. Видите, дырка. На мраморной подставочке лягушь занимается спортом. Перед свадьбой. Ну что, поспали, можно и поесть. Но свадьбы-то хочется. Даже выражение губ и лица такое тяжело. Но здесь я вижу невероятную вещицу. 15 тысяч она стоит. Зольничку. Топчик. Это, конечно, тупчик. Конец 19-го подсказывает. Прекрасная вещь. У меня есть похожие, только с другим рисунком. И золото нанесено вот на на человечек. Только уже не помню. Там, по-моему, у меня ангелочек, что ли. 500 рублей вот она. Вот не знаю, взять в пару или не брать. Но здесь мне одна вещица понравилась. Вот эта вещица мне тут приглянулась. Это всем врагам на зло. А скобка что здесь? Называется черпачок. Вот вам. Всем плохим, нехорошим человеком. Еще и перстень, главное. Да, вещица забавная. Зайчик играет музыку для вас. Металлический вот такой. Откручивается, кстати. Это кассы. Кассы подсказывает. Вот повторю, что думал, что они такое грубое, все делают кассы. А посмотрите, какая тонкая работа. Мелкие детали какие. К ровшану подошел. Парочка, 8. Где-то тут говорит, сколько есть. В чем-то у меня руки. Я уже с чем-то замарал белым. Не знаю, в чем замарал. Ой, какая милашка, милота. Что-то старенькое. Наверное, 50-е годы. Собачек такса здесь вижу. Сегодня ровшан говорит, скидки на шпиатры. Вот этот красивый, конечно. Он мне тут назвался, но только я уже их запамятил. Потому что тут несколько. Вот у него барышня вот этого. Из новинок. Но вот эту бы я, конечно, взял. На деревянной основе она. Красавишна. Так. Вот этот сейчас он за 12 отдает. Ну, кстати, красивый. С такой патиной, зеленый. Но он легкий. Тоже на деревянной основе. Этот, по-моему, за 40 у него. Этот 30 вроде бы. Кстати, с подписью вот этот большой. Мебельщиком. Смотрите, шикарная вещица. Их 11 или 12 под комод. 15 тысяч. Ну, комплект из 11 или 12 штук. Для старинных комодов, когда вот часто ящички. Ну, это шикарная вещь, конечно. Зажигалка. Возможно, она во что-то ставилась. Вот, скорее всего. Куда жать не знаю. Ну, по-моему, зажигалка. Или я путаю. От чего это? Я куда она вставлялась. Но потом еще куда-то вставлялась. А это я движусь к кассе. Ближе. Напротив нее стоит Гамлет. Мне как раз к нему нужно подойти. Насчет икорницы. Одна из королев написала. Так, нужно спросить, в наличии ли она. И если в наличии, то сообщить ей. Она из Ванкувера. Хочет купить ее. Такую красоту я вам, по-моему, показывал. Кузнецов. Поступают жалобы, что я показываю Германию, Англию. А русская нет. Ну, как это? И русская тоже есть. 4 тысячи она. Лева, смотрите, какой. Вот эта вещица мне, конечно, прекрасная. Давно нравится. Но ведь все не укупишь. Вот эта тоже прекрасная. 8? 8. Красивое стекло. Похоже на богемию. Наверное, так и есть богемия. Еще рамочка такая. Ой, какая ножка у нее милейшая. Полторы. Прекрасная вещица. Это мне нравится. Здесь еще я вижу вариант. Где он? Ушел, ушел. Он такой милейший. Кстати, спасибо тем, кто отозвался. Там королевы, пару королев скинули по тысяче рублей. Приятно. Спасибо большое. Написали, Иван, поддержку вашего творчества. Пойте, Иван, пойте. Очень приятно. У вас удобно с ценниками сразу? Видео с клеймами. А, с клеймами. Да, с клеймами. Сколько такой стоит? Такой 20 стоит. Рыбку поймал. Ну, это что, наверное, как по феншую на удачу, да? На удачу, наверное? На удачу, на счастье, на благополучие. Чтобы в семье всегда детки были. Красивый, да. Ой, она выпрыгивает у вас из рук. В мои руки. Да, да, да. Лариса из Дмитрова приехала, принесла мне здесь и меха, и шелка. Я говорю, Лариса, давайте я вас сниму. Она говорит, ну, я с работы, я уставший человек, приехал с работы из Дмитрова, привез подарки, но она приехала погулять, да, вот эту сумочку привезла. А здесь еще королевы ходят, все здоровы, совсем приятно. А продавец вот там с Вадимом, сосед, говорит, Ваня, ты у нас знаменитость. Я говорю, ну, никуда не денешься от этого. Ну, вот смеемся. Ларис, спасибо большое. Я все-таки вас чуть-чуть покажу, хотя бы чуть-чуть. Вот она, Лариса. Да, королев нужно показывать. Спасибо. А мы стоим возле Аси, я вам сейчас все покажу, что здесь есть у нее. Они у нас социалией дружат, да? Так, Ось, хочу вам показать вот эту шкатулочку. Смотрите, какая интересная, необычная форма. Такая расплывающая, расплывающаяся по, ну, если она стоит, на какой поверхности смотря, да? Любка, ножка такая. Еще одна здесь есть вот такая. Ну, здесь, видимо, и на донышке был бархат сейчас. И вот там нету. Здесь есть. Ну, ладно, все, пока, давай. Кашпо в виде умывальничка. Да нет, пока. Так, вот такой штофе, графинчик необычный, как будто смятое стекло. Мы поставили чайник, будем пить кофе. Я купил эти с грибочками и с курицей, с курочкой, как это называется? Как жульены, жульены. Пока они теплые, я принес, мы попьем чая. Не успел я подойти, как тут окружили меня королевы и подарки. И подарки с прошлого воскресенья у меня не было. На воскресенье оставили мне подарочки. Так, ну, в общем, сейчас кофе попьем, пойду дальше снимать. Напротив Аси прелести, какие еще хочу вам показать пренепременнейшие. Кузнецов, кстати, смотрите, тоже не видели с вами такой вариант. Кузнецов. Золото потерлось. Восемь, восемь. Тоже прелесть, тоже кузнецов. И здесь какое роскошство. Такое обожаю, преобожаю. Ммм, кузнецов, ребятки. Так, я там вижу тарелочку, которую я в прошлый раз не взял, но она мне понравилась. Так, и смотрите, какие роскошства. Сахарница или под варенье. Милота. Малышечки, сколько у вас? Могу отдать за двенадцать. Это Италия, они современные. А там в пушинчике ничего нет, только они, да? Да, они только такие. Сколько стоят? Двенадцать. Двенадцать, ребятки. Это царская Россия, там внизу. Ага, ЕВ, роспись. Буковки. И посмотрите, какой сервис здесь. Целый комплект. Нет, ну это красивая вещь. Виноградная, вот, ведь. Виноградная двенадцать. Набор. Два синих, два красных, два белых. Ну вот это по десять, но вообще не другие. Ну вот это хотя бы шестнадцать, вот эти красные. Мне дешевле, это не отдам. Подсвечники обалденные. Я не могу. Эти вещи, понимаете, нет. Стол здесь этот так и стоит. Пока еще не продан. С марки три. А я вам хочу показать вот этот набор. Ну как, Миша, сетятых. Ну вот смотри. Что-то такое французское, по-моему, да? У нас 40, 40. Торговля здесь, слышите, полным ходом идет. Не, я посчитал. Австрия. Ну, 7, сейчас 5 тысяч. 40 миллионов. Мы считаем, 40 миллионов. 40, 50 миллионов. А сейчас, смотрите, 12, 30 миллионов. Даже в медальонах ангелочки подарочек несет, видите? 21 миллионов. Сама. Очень красиво. 5 тысяч. У меня остается один медведь. Вы хотите себе о медведях? Здесь еще вот напоминает ту царскую Россию тоже, да? Еще одна баночка. Тоже красивая. И даже покрупнее. Такая вардеко больше. Интересно, сколько стоит. Легкая-легкая, прям невесомая. Все, Аси, вижу что-то из новинок. Но это, похоже, вот это не комплект, а вот это уже комплект. То есть блюдо тортовницы. Или что это? Или для пирожных, или для нарезки. Но посмотрите, какой нож здесь идет. Я так думаю, что это вот они вместе. Нож. Даже там подпись, роспись какая-то. Вот такой. И он вот так вот ставится. Прикольно. А это нужно у Аси спросить, что это такое? Golden. Camions. Что это? Золотое что-то. Камешки. Что это такое? Волосы получается, что ли? Волосы вставлять, да? Золотые. Пупырышки. Пупырышки. Здесь набор такой кофейный. Со сценками внутри. Антикварный фарфор написано, я так понимаю. Ну, забавно то, что внутри эти расположены рисунки. И молочник есть, и чайничек. Чехия или Чехия. Это кто, Ненцы или Чехия? Не знаю. Так. И у нее лампы сегодня новые тоже есть. У нее есть вот такой вазон крупный. Ух ты, а он тяжелый, он неподъемный даже. Большой. Медь красная, медь золотая. Такие курнички немножко подмялись. Вкуснее. Вкусненькие, да? Зажаренные такие. Кстати, эту статуэтку одна из королев забрала. Воспользовалась номером как раз, который мы указали. Ася номер в одном из... Ну, надо еще вам, я повторю в этом видео ее номер, где вы сможете связаться и сразу оплатить переводом. И Ася отправит вам в ваш город или в Москве на ваш адрес. Так, ну а я кофе пью. Вешалки я не вижу. Или не достали, или уже купили. А вот сам крючок здесь... А, нет, это вешалка такая. Или что это? Или это весы? Это весы такие, что ли? Помните даму, у которой я вешалки снимал? И крючок на что вешать вешалки? Это весы, получается. Так, в общем, вешалок не вижу. Вижу вот такую у нее вазу. Под что она может быть? Не знаю. Ну, орехи, наверное, да? Красивая, нужно отметить. Красивая. Сейчас открою ее. Сколько стоит? Четыре. Ну, нормально. Для бронзы. Это что? Вечная. Передавай по наследству, да передавай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова